Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня полистаем итальянские журналы по вязанию. Спасибо Елене, которая мне это предоставила. Интересные модельки, девчонки, это спойлер. Есть что обсудить, есть что осудить, я так думаю, и есть что похвалить. Поэтому чаёк-кофеёк, просто полистаем журнальчик, вдохновимся. Чего-то потом, может, сделаем, а может и не сделаем. Но хорошее настроение, вдохновение, я думаю, я вам могу гарантировать. Затягивать не будем, а просто вот так вот полистаем журнальчик у кофеёчка. Итак, девчонки, очень что первым делом хочу сказать после просмотра. Очень меня впечатлила сама классификация или разделы этого журнала. Вот необычно для меня, потому что я впервые вижу, чтобы журнал вот таким вот образом как бы разделили на части. Вот я сейчас по этим частям пройдусь. Значит, у нас тут первая часть получается. Вот смотрите, все узоры, все араны, схемы из этого журнала. В начале вот эта часть, видите, по цвету они все части как бы разделены. То есть можно найти. А нет, тут ещё пошли. Так, потом идут кардиганы. Вот разные. Сейчас мы ещё на них остановимся. Далее описание этих кардиганов. В центре журнала вот какой-то обучающий курс. Вот смотрите, даже по качеству, как журнал в журнале, да, основы, да, база. Это я так итальянский знаю. Ну, в общем, здесь как бы петелечки, ну, основы, да, вязание. И вот оно по центру отделено вот таким вот, как бы, и ещё и листочки для заметок, как бы, своих. Далее тут ещё один. Ну, вот этот журнал живёт как бы сам по себе. Далее у нас идут свитера. Сейчас мы тоже подробно о них, как бы, описание свитеров. Вот, ну, и всё. Вот ещё пару моделей. Вот так вот у нас разделён этот журнал. Очень интересно. Не поняла, девчонки, знаете, чего? Есть тут модели такие, что и останавливаться на них не будем, ну, долго. Я не поняла, зачем узоры отделили в отдельную категорию, если они относятся к моделям. Именно тем. Притом они дублируются потом, вот эти схемы, в моделях. Может, это описание, скорее всего, девчонки, здесь отдельно описание по петельно. Этих узоров. Да, скорее всего, да. А потом в описаниях модели только, только сама схемка дана. Вот, скорее всего, что так. Так. И начинается наш журнал из простых, обычных моделей. Ничего тут особенного. Останавливаться нечего. Вот такой вот узорчик простейший. И простейший реглан. Вот. Вот так вот. Ну, тут у нас свитер-платье или длинный свитер, или платье тоже классический. Одна коса. Это мы сто раз вязали, сто раз видели. В общем, я же говорю. Сначала не особо интересно. Тоже реглан рукав у нас здесь в этой модели. Далее вот этот вот узор, свитер. Вот еще хочу сказать свое мнение. Мне что не понравилось? Мне не понравилась презентация. Вот смотрите. Одна фотография. Не пойми что. Я не могу понять, как впереди выглядит свитер. Как силуэт выглядит. Да, вот женщина сидит, показали этот рукав. Вот и все. Вот. Поэтому здесь от меня минус. Потому что... Ну, это минус не именно этого журнала. Это минус, я вам скажу, всех журналов. Вот мне... Я когда смотрю, мне не хватает демонстрации модели в разных... С разных сторон. Да, вид сзади, вид сбоку, вид спереди. Вот я бы хотела. Ну, хотя меня никто не услышит. Чтобы это все было. Потому что вот так вот, смотря вот так на модель, ну и что? Ну хорошо, ну рукав, ну и что? Потом я смотрю, да, на детали кроя. И тогда я уже в своей голове пытаюсь представить, как эта модель выглядит. Что, как по мне, у меня ощущение, знаете, что модель неудачная. И они таким образом скрывают свою неудачу, выставив на показ. Вот удачный элемент, вот этот узор на рукаве. А сама модель, как бы, показать нечего. Но это не факт, что так так есть на самом деле. Это просто мое мнение, ощущение у меня. Вот смотрите, этот кардиган. Вот тоже. Я здесь вижу, что здесь цельновязанный рукав. Я не вижу, как сидит горловина. Я не вижу общей картины. Вот. И получается, я должна додумать, либо я должна вязать, а потом посмотреть, как это выглядит. Вот здесь у меня прям возмущение, девчонки. И это, между прочим, у всех моделей. Вот я смотрю вот, идем дальше. Вот у меня, и здесь у меня ощущение от того, что здесь, вот этими сложенными руками, они компенсируют или прячут, маскируют то, что не получилось в этой модели. Хотя, я же говорю, это просто мое ощущение из того, что я вижу. Вот здесь, кстати, я уверена, что эта модель неудачная, потому что из махера связана, она легкая, и она форму не держит. Поэтому вот так вот решили. И капюшон уже видно, что он не сидит там нормально. В общем, это однозначно у них неудавшееся. Вот это мне понравилось. Но я опять же не вижу. Я только на описании, сейчас мы посмотрим, по крою уже попыталась представить. Здесь очень должен быть, здесь шалевый воротник. Почему его не показать? Здесь очень интересно сочетание скос рукава. Здесь все очень интересно в этой модели. Почему ее не показать лучше? Вот здесь вот видно и шарф какой-то сверху, снуд. Ну, вот так вот. Где показан воротник? Сейчас я вам найду эту модель по схеме, как она выглядит в схеме. И я уже додумала и представила, как она выглядит. Вот она. Вот смотрите. Видите, вывязан цельновязанный шалевый воротник. Вот. И я уже смотря на эту схему, смотрю, думаю, оба-на. А там шалевый воротник. Вот это уже интересно, девчонки. Вот представляете, вот зачем так делать? Зачем? Почему мы должны догадываться? Вот я этого не понимаю. Ну, в общем, вот так вот. Тут и комбинация градиента, и комбинация разной вязки, и еще снудик в этом. Да еще шалевый воротник. Вот представляете, какая интересная модель. И это не кардиган. Это прям пальтишко такое получается. Ну, почему мы его не видим? Нам же надо решить, что нам вязать. На это я не останавливаюсь. Вот это интересно, но непрактично, как по мне. Здесь, как бы, воротник соединяет полочки. Да, видите? Потом пришит этот воротник. Ну, и вещи, как бы, не распахиваются. Ну, хотя, с другой стороны тоже там, смотря какой лук и под что ее носить. Как элемент вот этот вот, и как модель сама. Очень интересно. Ну, как по мне. Так, поехали дальше. Этот кардиганчик, смотрите, здесь у нас воротник отложной и цельновязанный рукав. Здесь простой рукав, ровный, пришит. Здесь цельновязанный. Ну, и тоже, понятное дело, ничего не видно. Так, вот эта вещь довольно-таки интересная. Ну, здесь вот, хоть ума у них хватило, я вот не могу понять, что вот это вот. У нее шарф, шаль. Чем она так укрылась? Вот сам кардиган, он вот с таким вот отложным воротником. Да, это понятно. На пуговицах комбинация однотонной пряжи и с градиентом. И еще тут узор один, а тут, ну, тот же, но по-другому чуть-чуть. Вот, что тоже очень интересно, с карманчиками здесь вот эта модель мне нравится. И слава богу, нам ее показали немного спереди. Тут вообще ничего интересного. Эта коса уже мелькает и перемелькала уже везде. Поэтому неинтересно мне. Вот, вот эта вещь, вот тоже руки. Зачем там руки? Покажите нам воротник. Вот непонятно для меня. Вы знаете, я хочу вот такую вот свободную, ну, мягкую юбку. Смотрю на них, что-то не могу ни ткани подобрать, ни самую юбку. Что-то мне хочется такой под ботинки юбочку. Ну, вот это интересно за счет пряжи, за счет рукава. Воротник там тоже. Вот какой воротник, давайте посмотрим специально. Потому что, вот, а, ну, здесь маленький, просто цельновязанный. Здесь ничего особенного. И кармашки. Ну, вот так вот. Далее идут описания. Такие, 50% таких интересных кардиганов. Вот, смотрите, видите, этот журнальчик отдельно. 50% не очень. Далее у нас идет раздел свитеров. Тоже здесь практически везде комбинации разных цветов. Ну, вот рукав, видите, рукав такой, основная деталь такая. Вот, либо градиент, вот везде у них, либо разные рисунки. Везде у них это на протяжении всего журнала просматривается. Обычный, простой для начинающих свитеров. Простой вот этот ленивый жаккард. Хотя тут даже полосы и не жаккард. Очень просто, но эффектно. Смотрите, как акцент. Очень интересно. Этот мне не понравилось. Ни комбинации цветов, ни узор. Он там не виден. Может, там и красивый узор, но его не видно. Из-за этой пряжи. В общем, вот эта вещь мне не понравилась. Хотя, может, кому-то и понравится. Вот опять такая юбка. Боже, как я хочу такую юбку. Под ботинки. Короче. Так, вот эта вещь интересна, да? Да, согласитесь. Твидовая пряжа. Я правильно говорю? Твид, по-моему. Вот это с такими, ну, вкраплениями разных цветов. Молния. Воротник хороший такой, который и в снут превратится. Ну, в общем, если его застегнуть. Эта модель интересна. Она я там посмотрела. И по исполнению несложная. Совершенно несложная. Давайте мы будем сразу же смотреть и на детали. К роду. Ну, что-то я. Где? А, здесь вот. Недалеко. Так, вот, смотрите. То есть, тут только из таких заморочек. Круглый вырез. Сказ плеча. Все, в принципе, и больше ничего. Ну, модель такая повседневная, базовая, практичная. На зиму, как по мне. Потому что влезет и в куртку. И воротник можно использовать. Разный, как бы. Тут тоже простой джемпер. Реглам. Косы по переду. По рукаву. Вот там только лицевая и изнаночная. Две изнаночные. Видите, полоска. В общем, такой тоже повседневный. Классический. Ну, это нравится. Ну, тут ничего особенного. Как бы, никаких нюансов интересных нет. Все обычно. Ой, вот этот вот тоже. Ну, вот поймите, какой он. Вроде бы и интересно. Что-то там проглядывается. Круглая кокетка. Но ничего не понятно. По мне. Тут тоже классический реглан. За счет разный узор. Смотрите, здесь лицевая гладь. Пряжа с градиентом. Здесь у нас жемчужный узор. И тоже. А, еще и кенгурушка кармана здесь. Ну, такая вот тоже классический джемпер. Каждодневный. У нас здесь тоже. Как толстовочка. Свитер с капюшоном. Ну, вот видите. И там тут кардиган. И здесь вот такая вот пряжа. Неоднородная. Да, вот эффект ручного вязания. Я так назову ее. Потому что она как бы, ну, вот неоднородная. Да, петельки получаются разные. Либо это так вяжут специально. У меня ощущение, что специально. Потому что, чтобы достичь такого эффекта. Я больше никак не придумаю это назвать. Так. Вот она у нас. Это не она. Детали кроя. Это вот к этому выкройка. То, что я говорила. Вот. А здесь у нас вот детали кроя. Обычная, ровная. Как бы квадрат. Рукав квадрат. Капюшон. Рукав собран внизу. Вот. Все очень просто. Вот здесь вот у нас. Так. Здесь у нас идет описание. Это все. Мы уже обсудили. Вот. Посмотрите. Вот это джемпер. И вот это. Здесь я не поняла. Я здесь вижу круглую кокетку. А почему здесь схема вот так вот нарисована? Непонятно. Я не могу понять. А вот это джемпер. Вот он. Видно здесь, да, реклама. Так. Ну и последняя секция наша, нашего журнала. Девчонки, тут свитера. Здесь вот смотрите, что я обратила внимание. Очень интересное решение. Вот эта модель, она довольно популярна. Давно вот вяжется шар с отверстиями для рукава. Потом из этого отверстия вывязывается рукав. Это все мы понимаем и знаем. Задавным-давно. Но, 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 вот это, я считаю, такое классное решение. Именно для этой модели. Вот она. Вот он этот прямоугольник, где вырезаны рукава. И та-да-да-дам. Вы смотрите, какой рукав. Обычно сюда рукав вывязывают вот такую трубу рукава. А здесь регланный рукав. И он вот вершиной присоединяется сюда, а сюда расширяется. И он садится идеально, я считаю. Вот у меня есть желание просто проверить вот эту вот выкройку. Вот это вот решение этого кардигана. Я здесь больше, вот даже и видно. Смотрите. Я больше чем уверена, что именно вот этот рукав, именно для этой модели. Это просто гениальное, совершенно самое оптимальное решение. У меня нет слова. Я забыла слова, которыми я могу это описать. Вот здесь, вот кто любит вот эти разлетайки, свяжите длинную разлетайки. Вот, вот, смотрите, какая посадка этого рукава. А если бы здесь была просто дырка и рукав, уже бы эта модель не села. Уже бы, это уже было по-другому. Она бы уже слезала с плеч. Девчонки, вот это решение просто шикарное. Просто. Так, ну здесь у нас что? Есть у нас обычный джемпер за счет пряжи. Он такой эффектный. Вот эта вещь интересная. Вот смотрите. Круглая кокетка. Вот это я хочу попробовать сделать. Но сделать чуть по-другому. Не так, как здесь. Здесь, я так понимаю, просто махер. Ну здесь, допустим, две нити. А здесь четыре или пять. Да? И вот эта комбинация толщины. Платочная вязка, чулочная вязка. Или это изнаночная гладь. Или платочная вязка. Вот здесь вот что-то такое. Круглая кокетка. Широкий такой рукав. Разрезы. Интересно. Комбинация вот этих плотностей и толщины пряжи мне нравится. И я, я же говорю, я собралась проэкспериментировать с этим делом. В ближайшее время. Поэтому здесь на этом я остановлю свой взгляд. И как-то это дело обыграю. Вот. Вот тут тоже эффект небрежности и ручного вязания. Вот видите, у них практически везде это. И говорят, что это модно. Мы все пытаемся достичь ровных петелек. А кто-то пытается достичь вот эффекта небрежности. Но сама модель очень интересна. Смотрите, вот как бы гольф. И возможно, тоже я над этим задумаюсь. Вот такую вещь, я думаю, можно было бы связать. Потому что она практична. Сейчас для зимы она достаточно актуальна. Потому что под корту, под джинсы, гольфи, либо под брючки. И здесь тоже интересное решение с этими косами. Если связать аккуратно, я думаю, и отделить эту косу одной петелькой изнаночной глади. Я думаю, они были бы выразительнее. Хотя, возможно, тут наоборот эффект вот такой вот легкого акцента. Возможно, так задумано. Не знаю. Но вот эта вещь тоже, я считаю, она такая практичная на зиму. И актуальная сейчас, в данное время. Ну и далее обычный джемперочек. И обычный шарф. Разная пряжа. Широкий, длинный шарф. Вот такой вот журнальчик, девчонки. Я считаю, интересный. Что вы по этому поводу думаете? Пишите свои мнения. С чем согласны, с чем не согласны. С моим мнением. Я с удовольствием почитаю. Все комментарии я читаю. Также подписываемся на канал. Комментируем. Ставим лайки или дизлайки. В принципе, на ваше усмотрение. Вот роль они исполняют одинаковую. Вот. Что еще? Становитесь спонсором канала. А я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Дикая школа рукоделия. Всем пока-пока.